зачем вы пригласили представители этих конфессий а какое отношение вообще там это имеет дальше я прошу прощения патриарх кирилл что там заявил сейчас мне опять начнут а вот спицын против церкви о господи я не против церкви не против религия сам человек православный вот нельзя изучать историю россия не зная и не изучая историю церкви и что если в советский период истории церкви никто никогда не изучал что-то там слышали про патриарха никона зачем врать-то откровенно крещение руси всегда изучалась и в советской школе сейчас другой вопрос как это изучалась но изучалась дальше деятельность метаполита алексия и сергия радонежского во времена дмитрия донского всегда изучалась и раньше и сейчас дальше и осифляне и нестяжатели их борьба позиции всегда изучалась и сегодня и сейчас стоглавый собор времен ивана грозного всегда изучался том числе в школьной программе не знаю как сейчас мы в советской школьной программе стопроцентно реформа патриарха никона никона в обязательном порядке изучалась дальше церковная реформа петра ликвидация патриарха учреждения святейшего синода русской православной церкви все это изучалось зачем лгать то вот зачем говорить неправду это первое обстоятельство второе обстоятельство вы говорите что надо усилить изучение истории церкви у меня сразу возникает законный вопрос уважаемый патриарх владыка мы как будем изучать истории церкви по вашим житиям святых или все-таки мы будем изучать историю церкви по историческим источникам а если мы будем их изучать по историческим источникам то я боюсь что история церкви будет не такой белый пушистый как она представлена в ваших житиях святых одни 12 статей царевны софьи против старообрядцев чего стоит там чуть ли не под каждой статьей смертная казнь или сожжение в срубе или рассказать о том как монастыри прибирали к себе огромные земельные богатства и крепостили крепостных крестьян и как наживались на труде простого рад народа что вам еще рассказать как они получали царскую руку какая была борьба группировок внутри русской православной церкви по феофана прокоповича вам не рассказать о том как он перекрещивался из католиков православные туда-сюда обратно тебе и мне приятно и писал доносы на своих так сказать соплеменников по церкви а потом когда дорвался до высшей власти гнобил многих из них так вам какую надо историю церкви рассказать правдивую историю церкви а может быть вам рассказать о том в чем существо крещения руси и что ваша версия церковная версия о том что православие пришло из византии из константинополя она уже давным-давно глубоко православными поистине православными историками отвергается что существует версия что источником русского православия было архийское архиепискство в болгарии там маравская церковь в чехии ну и так далее так далее там даже вплоть до того что чуть ли не сам рим был источником крещения руси а куда вы денете многочисленные арианские общины а куда вы денете арианский символ веры в повести временных лет где речь идет о том что святая троица там же главный до символ что он противоречит установлением никейского собора потому что в официальной церкви отец сын отец бог святой дух они единосущны а в арианской церкви подоба сущны это было принято как ересь утверждено как ересь поэтому арианские общины и стали громить направо налево понимаете и вот зачем это понимаете то ли то ли людей за дураков держат и думаю что они ничего этого не знают то ли сами настолько не образованы и вот это демонстрирует на публике иногда складывается такое впечатление что действительно как-то историю они изучают очень сложно и по моему вообще обвиняют в том что якобы советская власть там исказила извратила какую-то историю до были какие-то темные страницы отечественной истории которые рассматривали может быть с слишком условно говоря классовых позиций но там хотя бы была методология и там не врали так как врут сейчас если о чем-то не хотели говорить то просто не говорили говорили не врали не говорили но не врали а сейчас же напропалую врут